Здравствуйте, дорогие друзья! Говорят мудрецы, что человек, который с наступлением от чтения книги времени, чтения книги дворин, не задумывается о себе, не задумывается о своих делах, об исправлении своих поступков. Этот человек преступный по отношению к своей душе. Я не думаю, что человеку хочется этого. Поэтому нам надо проснуться в это время. Написано, что если человек не судит сам себя, все окружающее будет его судить. И всякое явление станет посланцем Бога. Смотрите, когда мы видим войны, когда мы видим стихийные бедствия, это ведь не просто так. Это наша работа. Это мы натворили. И поэтому нам надо это понимать. Но если мы это можем сделать в отрицательном плане, мы можем и в положительном. Написано в Кабале, что грех и наказание за него рождаются одновременно. Никакой грех не проходит без наказа. Будь то земной или небесный суд, кара неизбежна. Вера в возмездие и наказание – фундамент иудаизма. И человек должен это понять. Человек приходит в этот мир, у него нет середины в заинтересованности. В каждом деле, в разговоре, в мысли человек написано, что или добродетели не дает, или хватает и берет. И в физическом плане, и в духовном. Человеку иногда стоит сделать какой-то один поступок, и жизнь его меняется. Наши предки это больше понимали. Я расскажу историю. Однажды к Раву Каневскому он пришел с сын с отцом. Сын соблюдающий, вернувшийся, а дед так еще что-то как-то, но не вернулся. Они пригласили Рава быть сандаком на обрезание внука. Каневский посмотрел на них, сказал деду, ты должен быть сандаком, потому что я вижу святость на своем лице. И дед был сандаком. И после обрезания уже, когда он стал думать, почему такой великий Рав увидел в нем святость. Стал размышлять о своей жизни. И понял, кстати, он вернулся полностью в шум. Но что он вспомнил? Он вспомнил историю своей жизни. И нашел, что когда-то рано, совсем давно еще, он жил в кибуце. Знаете, кто знает, что такое кибуц, там религии, это враг религии. И собирался жениться. И будущая жена села с ним и говорит, я спаслась во время катастрофы. Я тебе расскажу как. Мы с мамой и папой ехали в поезде в Осмелце. И мне мама сказала, мы едем на верную смерть. Сейчас будет поворот, когда поезд замедляется. Вот я тебя выдолбну в окно, постараюсь, может быть ты спасешься. Она заплакала и сказала дальше, если ты удостоишься остаться живой, послушайте, что еврейская мама говорит в такой момент еврейской девочке. Если ты останешься живой и будешь выходить замуж, прежде найди знающего еврея и спроси, что такое соблюдение чистоты еврейского дома. И вот я дожила до этого дня. Я несколько дней назад спросила секретаршу кибуца, что такое чистота. Она со злостью сказала, ничего. Именно из-за вот этой злости я поняла, что надо узнать. Я поехала к Раву, узнала. Я хочу тебе сказать, если ты согласен, что я буду исполнять завещание моей матери, хорошо. Если нет, я за тебя замуж не выйду. И вот через три дня он говорит, я дал ей согласие и женился. И, наверное, поэтому Рафхайм увидел святость. Я удостоился сыновей и внуков, которые соблюдают дуру. И я вот сейчас, он говорит, вернулся и удостоюсь теперь соблюдать 613 заповедей. Этот человек пустил Бога в свой дом. А что значит пустить Бога в свой дом? Когда мы ждем уважаемого гостя какого-то, мы приводим комнаты в порядок, украшаем. То же самое, когда мы хотим превратить свой дом в жилище Творца. Сначала надо избавиться от всего недостойного. Затем очищать его тем, что все больше и больше. И поступать правильно, что-то исправлять. И все. Наша сила велика очень. Вот Рафхгоровик в 16 век, это великий человек. Он сказал, что Бог заранее знает все возможные варианты. Он знает все, что может произойти, и включая то, что действительно произошло, и что могло произойти. И написано, что его воля содержит в себе все возможности, все будущие события. Как они могли, и какими будут, и все возможные варианты, и так включая взаимоисключающие. Тора подтверждает существование всех этих альтернативных путей. Что она нам говорит? Смотри, я предлагаю тебе сегодня жизнь, добро, смерть, зло, благословение, пропятие. То есть мы видим, есть разные пути. Нам даны открыты все варианты. Эти варианты видны заранее, но они не определены. Они остаются открытыми, пока наша свободная воля решит, какой из альтернатив закрыть, какой открыть. То есть Бог все видит, все знает, но все в наших руках. Слава Богу, под его надзором. От нас зависит, куда мир будет развиваться в завтрашний день. От нас зависит, куда пойдет мир. И вот сказали наши мудрецы, что Всевышний судит мир в зависимости от того, чего в нем больше, добра или зла. Может случиться, что в этом мире окажется одинаковое количество добра и зла. И тогда действие одного человека могут спасти или погубить мир. Вы скажете, маловероятно. Много чего маловероятно. Вот нам надо представить, что ты есть тот человек, от которого завтра все зависит. Сомнительно, а может так оно и есть. Брахавы от слоха и удачи нам в этом нелегком деле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...